Третья решающая карта между командами E-Home и FightingPandas. Две у нас было совершенно таких, можно сказать, скучных и... Ну, не то что скучных, а неинтересных, наверное, все-таки карты, потому что они были прям... Были прям однокалиточными, были прям... ...в, скажем так, пользу одной команды. Все время шла игра на протяжении 25-30 минут. Поэтому смотреть это, конечно, было не очень любопытно. Там видно, что уже шансов с каждой минутой у одного коллектива все меньше и меньше. Ну и прежде чем мы будем смотреть третью карту, напомню вам, друзья, что генеральным партнером нашей трансляции является Париматч, а партнером трансляции является Тук, Крекеры. И появляется Виседж, внезапный Виседж от команды FightingPandas. Я вам могу сказать то, что Снейкинг на Виседже очень много играл в свое время раньше, да? Может быть, там лет... Ну, не пять. Ну, вообще, кстати, пять, да? 2019 год, почти 2020. В 14-х годах это было. Да? Как-то так. Интересный пик, конечно, такой весьма любопытный. Виседж вместе с ЦК Кентавром и Шедоу Демоном. То есть пока тут непонятно, кто есть кто, непонятно, какой герой на какую позицию будет выбран. Но наверняка Виседжа не будут ставить на... Что значит наверняка не будут ставить? Вообще могут поставить на код. То есть на мид на какой-нибудь можно его поставить. На кэри на сан... Нет, на кэри, наверное, нет. Шейкер появляется у Ихоум. Пока Ихоум не стараются как-то... Извините, пожалуйста, набрать героев, которые хорошо бы справлялись против Виседжа, потому что... В принципе, что ЦМ, что Рубик, что Блатикер, что Шейкер против Виседжа не особо-то хорошо работают. То есть если вдруг это окажется какой-нибудь Соломит Виседж, который купит быстрый там Доминатор и Пайп, с ним справиться и с его командой будет, ну, слишком трудно. Ну, мы предполагаем то, что... Не, я вот реально думаю, что это четверка Виседж, что это... Снейкин будет на этом герое играть. Если так, то надо посмотреть за его геймплеем. Это очень любопытно, очень интересно. Второй раз подряд, кстати говоря, панды банят Инвокера. Темпларку тоже забанили. Темпларка против Виседжа на миде хороша. Последний бан. От Ехомов банят они ОД. Предполагают все-таки, что нужен еще мидер будет. Но тут, видимо, Эмберспири сейчас появится. Раз ОД забанили. ДК. ДК. ДК он против Виседжа как бы и хорош, и плох одновременно. Хорош тем, что он не проседает под птицами так очень сильно, да? Потому что у него брони много. Вот. Но плохо тем, что он на самом-то деле Виседжа особо никаких проблем не доставляет. На мой взгляд. Ладно, ДК взяли. Панды сейчас сделают выборы. Возьмут героя либо для правила, либо для снейкинга. Не совсем понятно. Ну, как работает Виседж четверка, я, в принципе, себе представляю. Как бы, в чем его задача. И на линии, и что он по игре будет делать. Так что для меня это таким уж прям удивлением большим не станет. Просто это такое новшество все-таки, да? Виседжа обычно берут либо на кэри, либо на мид. Какие у нас герои против ДК хорошие остались? Тут Некрофос, мне кажется, неплох какой-нибудь. На мид против ДК, может быть. Может быть, неплох какой-нибудь... Лишрак есть. Есть Лишрак. Можно Лишрака взять на центр. Он тоже неплохо будет смотреться. Против ДК... Ну, вообще можно Эмбера взять. То есть его тут особо ловить даже нечего. Ну, вариантов огромное количество. Берут в итоге Шэдоу Финда. Панды-герой тоже неплохой на самом деле. И против ДК, и в целом. И Ауи вообще будет играть на пятерке Виседжа. Вау! Вот это уже что-то, конечно, интересное. Я, конечно, сам раньше практиковал пятерку Виседжа. Могу сказать. Очень-очень много практиковал. И при этом не то, чтобы это было прям плохо. Я довольно много даже им выигрывал. Но мне все-таки казалось, что на нем будет Снейкинг играть. А может быть, сейчас как-то свапнусь в итоге ролями. То есть Ауи будет на четверке Виседжа просто потому, что он чуть более опытный. Может быть там в каком-то плане. Я не знаю даже, что предположить. Но Снейкинг, повторюсь, на Виседже довольно много отыгрывал. То есть если бы надо было бы, чтобы четверка на Виседже сыграла, то Снейкинг, мне кажется, бы справился. Ладно, поглядим, что из этого получится. Энуи забирает ЦК себе. Игра должна начинаться с минуты на минуту. Да, следующая игра. Это у нас противостояние победителя этой пары против победителя пары ТНС. И я уже забыл, какая там вторая команда играет. ТНС и Team Unknown. Ну, там, наверное, ТНС все-таки должны победить. Да, потому что они одни, на самом-то деле, даже из фаворитов на победу на этом мейджор-турнире. Они очень круто себя показали на предыдущих турнирах. Очень хорошо действовали. Очень уверенно. Игра. Игра. Поехали. Так, закуп у нас через Манго и через Соул Ассамшн на линию с ЦК. Тут у нас тройка Шейкер плюс четверка Рубик. Четверка Рубик, правда, пока играет в боте. Так, а в миде тут у нас, что пассивку Кентавру набивают всей толпой. Манго у Шэдоу Финда, чтобы вкачать рейзы на первом уровне и добить рейнджовых крипов. В боте руну тут панды отжать не смогут. Тут, наверное, вообще надо будет отступить. Шейкер в топе с фиссурой, пытается руну украсть. Будет ли Энви качать стан? Уже вкачал криты. Заставил соперника дать фиссуру. Ну и довольно неплохо пробивает, надо сказать. Ауи хочет обойти. Сюда уже телепортируется Рубик и... Тут тяжеловато, конечно, будет. До второго уровня надо терпеть. Тихоньку заряжается соло-сампшен у Ауи. Да, на центре Штуфин против ДК. Такой достаточно любопытный матчап, что один, что другой герой, появляется у нас крайне редко. Так, ну а в топе Энви борется за возможность нормально качаться. Сейчас будет пытаться задинаить рейнджа. Это, на самом деле, попытка была обречена на провал, потому что он был под действием фейтболта. С очень-очень неприятным дебафом на сниженный урон. Поэтому тут у него действительно очень мало шансов было добить этого рейнджа. На центре ДК пока держится очень бодро. Еще один Брэсфайр. Минус рейнджовый крип. Пошла аура от Кристал Мейдана. И в топе. Пока Ауи вот только получил второй уровень. Берет пассивку. Удар рассолился. Ну, слушайте, больно. Больно вообще заезжает. Пропивает в ласку, тут же шейкер. Пытается помешать фейдоду нормально фармить. Ботин, у него герой такой приспособленный к тяжелым линиям, на самом деле. То есть очень-очень мощный персонаж, с которым трудно собладать, которого трудно именно выгнать с лайна. У него еще ласка есть. У него 9 зарядов в стиках. Все суперкруто. В топе, возможно, будет ферзблат, но все-таки Рубик выживает. Там, видимо, еще один соул Асамшин прилетел. Вообще пока более-менее. Более-менее все упанд. За первые 3 минуты. Все линии стоят хорошо. Пошел пульчик от Ауи на 13 секунде. Такой новомодный хитрый пульчик. Так, цепили фантанг. Хаус Найта, Хаус Найт рискует здесь погибнуть. Заряжает сейчас очень сильно пластикера. И удар с тотемов Эдбиан делает еще один фраг. Не очень хочется, конечно, заряжать бладтикера в боте. То есть вот, если кто-то будет накоцанный ходить в топе или на центре у Шэдоуфинда, будет очень мало здоровья. В боте еще и кентавру будет стоять проблематично. Поэтому... Такой-то отличный выбор, на самом деле, в эту игру. Потому что он за счет критов отхиливает. Так, еще один Соло Асамшн полетел от визажа. А здесь я стан на одну секунду в Ксенку. Еще один Соло Асамшн. Но этого не хватает. Тычки летят. Ксенку живет. У него 30 хп. Появляется второй уровень. Второй, боже мой. Третий, конечно же. Третий уровень. Второго уровня фейтболт. И все-таки удается здесь Рубика забрать. Однако, очень много ресурсов потратили на все это дело панды. И нужно сейчас потихонечку Хауснайту отхиливаться. Вот там вот так. Тычка. Плюс 100 хп. Крипа заденаял. Еще одна тычка. Еще там плюс 100 хп. Ценку забрали в боте. Снейкинг вместе с Мунминдером. Мунминдер подрубал. Дарит Элиейт. И неприятный Бладрайт. Надо срочно отступить. Там рейнджового крипа заденаять не получится. У Мунминдера. Пятая минута. Баунти руны. Что по баунти рунам? Похоже на 3-1. Пробили немножко Рубика. Погибает и Бладсикер в боте. Ой, вот это уже любопытно. Вот это уже любопытно. Что там у него скинули? Дизрапшн плюс Шедоу Пойзон. Видимо у него совсем было мало хп. У него еще 20 стиков. Он стики видимо не прожал. Я чуть не совсем понял, что произошло. Пришел Шедоу Финт. Почистил стаки. Шестая минута. Сейчас какой-то паверап заспавнится. Боттл есть у Шедоу Финта. В мид выходит на ауди. Здесь ДК, который подрубает форму. Подстанили визажа. Визаж. 8 стиков. Кидается Ола Сампшн перед смертью. Пошли рейзы. Можно попытаться даже забрать, наверное, ДК. И Дизрапшн пошел. Пошел Шедоу Пойзон первый. Появляются очень мощные иллюзии. Но Драгон Найта пробить особо не получается. Это фейковый, да, Коррозив Бресс? Он, типа, не работает, что ли? Странно. Мне казалось, что он должен работать. Окей. Тогда иллюзии не мощные. Стран по Шедоу Финту телепортируется в мид Шедоу Демона для того, чтобы спасти его. Если что, Ауи здесь рядом, Ауи заряжен очень жестко. Соул Асамшн, но он первого уровня. И ему бить здесь не получится. Да и про Хараси тоже смысла никакого нет. Потому что, ну, ДК уже с пассивкой. Там более-менее раскачанная она в 2. У него Хапориген хороший. Вот приятно играть на Драгон Найте, когда у тебя в команде есть кристаллмейды. Не надо покупать Сол Ринг. Не надо на него тратить деньги. Просто стики загрейдил. И все. Это уже более-менее достаточное количество ресурсов для того, чтобы периодически спамить скиллами. Пытается сделать пау Драгон Найт. И, скорее всего, улетит. Да, он телепортировался на шрайн. Тут же его активирует. Восстанавливая при этом здоровье и ману. И готовится уже обратно возвращаться на линию. Два брейсера у него также есть, как промежуточные предметы. Чтобы чуть-чуть лучше и проще было ластхитить. По крипам Шедоу Финт его немного обыгрывает. Но Шедоу Финт там стаки чистил, если помните. То есть у него... Вообще, механика чуть более такая фармоориентированная, нежели чем ДК. Выгрызается в тир-1 вышку в топе и хоумы. Это восьмая минута. Вышка уже начинает в пунктах падать. В боте тем же самым пытается ответить банды. Настакивает Мунминдер пассивку. У него нет ни кольца, ни каких-то там баклеров и прочих артефактов на армор. Поэтому нужно все-таки немножко поосторожнее это делать. Ретлеет третьего левела. Мунминдер очень жестко сейчас эту вышку начинает пробивать. Падает. Т1 в топе от рук Фейтбьяна. Фейтбьян получает дополнительную денежку. Будет так же, как и на первой карте рашить Аганим. Он уже на шейкере тройки отыгрывал, если вы помните. И удалось разменяться вышками командам в данный момент. То есть ситуация более-менее зеркальная. Пока височ пятерка не сказать, что сильно какой-то полезный. Т1 в топе эхо слэму били с нейкинга. Пытается подцепить Энви. У Энви есть фантазм, если будет фростбайт. Он его кастует и на развороте пытается убить Сэмку. Пошел Бладрайт. Сэмка погибает. Энви в итоге разменяет сейчас свою жизнь на... Жизнь Кристалмейдена. Однако тут подходит Шедо Финд. Шедо Финд готов давать рейзы. Полетел стан. Один рейз. Второй рейз. Немножечко назад стрейфуется Брайл. Здесь кастуется Сайланс. И вынуждены отступить в итоге и Хома. Шедо Финд очень вовремя подошел. Мне казалось, что Энви здесь погибнет. То, знаете, даже если в этой ситуации он погиб, то он бы выманил на себя Роб Туру. Он в соло убил Кристалмейден. Получил за нее довольно неплохую прибавку по золоту и экспен. Там, по-моему, три сотни золота за нее получил. При этом стянул трех персонажей как бы на себя. И золото и экспу там поделили бы между собой Рубик и Бладсикер. То есть это, в принципе, было бы приемлемым разменом. Темп у нас Хаус Найт вроде пока держит. Посмотрим по Нетворсам, что у нас там. Первую строчку занимает ДК, вторую строчку занимает Шейкер. Там дальше уже идет Шедо Финд и Кентавра. У ЦК 3500. Ну, примерно столько же, сколько и у Бладсикера. Бладсикера тоже. Такой старт игры был не самый лакомый, не самый классный. Вот его там разочек шлепнули. Фрагов особо на линию он никаких не делал. Поэтому вынужден сейчас отправиться в лес и при помощи Бладрайта прокачиваться. Первым слотом Бладсикер будет приобретать Блэйдмейл. Что довольно странно. Потому что Блэйдмейл это предмет, который вообще никак не помогает тебе против Хаус Найта. То есть, ну, Хаус Найт не получит урона от Блэйдмейла. По двум причинам. Первая причина это Хаус Страйк, который восстанавливает часть здоровья. Да, то есть, в зависимости от урона. Вот. И, то есть, когда ты, например, вот играешь против Акса с Блэйдмейлом, какого-то очень жесткого. Так, пытаются Кентавра убить. Не особо Снекинг тратит Дизрапшн. Пошел Стампид. Стампид пытался своровать Рубик, не своровал Ретельеид. Очень жесткий ультимейт от Кристалмейта на огромное количество магического урона. Вынуждены отступить здесь панды. Хороший фейтболт отправляется Шадохинт отдыхать в таверну. А у шестого уровня Рубтура пошла по нему. Он откидывается с Ол Ассамшеном и отправляется в таверну. В итоге. Ну, разумен приемлемый. Забрали вышку и одного героя на двух приняли, да? Так вот, возвращаясь к теме Блэйдмейла. Против Блэйдмейла хорошо работают две вещи. Первое — это урон, который отходит не только от себя, но и от всяких сомонов, иллюзий и прочего-прочего-прочего, да? Каких-то сторонних юнитов. Второе — это какой-то очень сильный лайфстил. То есть, будь то Сатаник, будь то, я не знаю, у Владмирс плюс какой-то собственный лайфстил. Ну, даже там один источник лайфстил уже облегчает вот эту вот неприятную отдачу от Блэйдмейла. Вот если вы, например, играете против Акса, который очень много импакта делает и оказался вдруг по какой-то причине очень большим. У него хороший фарм, у него хороший нетворс, большой левел. И вот он бегает по карте с этим Блэйдмейлом и всех убивает, то, как, например, кэри и герой, вы можете собрать Сатаник там чуть-чуть пораньше. То есть, во-первых, статус резистанс очень приятный, а во-вторых, если вы успеваете поражать Сатаник до того, как Акс прыгнет на вас и нажмет кол, то есть это, ну, среагировать нужно, то вы, ну, практически не будете получать урона от Блэйдмейла, потому что сколько урона вы будете наносить, вы еще больше будете здоровье восстанавливать, потому что там Сатаник, ну, вот сколько, я уже не помню, при активации. 200%, да? Ну, жестко, жестко, то есть не пробить Блэйдмейлом героя, у которого Сатаник есть. ТКЦК, он, по сути, обладает двумя вот этими вот, скажем, элементами, да, первый, это он не наносит урон исключительно сам, а наносит подконтрольными юнитами, то есть иллюзиями с фантазма, это первое. А во-вторых, у него есть лайфстил за счет критов, и Блэйдмейл против Хаос Найта, это, наверное, один из худших предметов, который только можно приобрести, но Блэйдмейл достаточно неплохо будет работать против Шэдоу Финда, который будет приобретать иул, то есть если Брайл заеулит Блэйдсикера, попытается его взорвать реквиумом, и тот по приземлению успеет нажать Блэйдмейл, то, возможно, даже удастся разменяться, то есть погибнет Блэйдсикер, но при этом погибнет и Шэдоу Финды. С этой точки зрения Блэйдмейл, ну, Блэйдмейл еще неплохой герой, в принципе, для Блэйдсикера, да, потому что ты входишь в драку, вбегаешь, тебя пытаются как-то фокусить, тебя пытаются убивать, в тебя летят скиллы, ты подрубаешь Блэйдмейл, возвращаешь урон назад, этот урон влетает по героям, отнимая у них здоровье, здоровье отнимается, заряжается пассивка у Блэйдсикера, он становится быстрее, мощнее и опаснее. Ну, тут просто, ну, такие герои сами по себе, то есть ЦК мы уже сказали, против Кентавра я не знаю даже, как-то тоже, мне кажется, Блэйдмейл не так себе решение, против Шэдоу Демона вроде как тоже, ну, а против Виседжа это вообще, по-моему, тоже очень-очень плохой предмет, потому что Виседж под контрольными юнитами в основном урон наносит, плюс у него пассивка есть, которая не позволяет ему получать такой слишком большой верстовый урон. Ваншотнуть Виседжа, как правило, очень-очень трудно, только если эту пассивку заранее сбрить. У ДК появился очень-очень ранний Блинк Даггер, так вот, как альтернатива Блэйдмейлу, возможно, просто следовало бы зарашить какие-нибудь молнии, чтобы фармить. Подцепили Ауи, Ауи отдается у Лассамшин, погибает в итоге, Брайл врывается, Эхо Слэм пошел, Брайл получает очень много демеджа, пытались тут как-то забрать ксинку, работают иллюзии Фантазма, минус Шейкер, и удается ксинку забрать. Натем еще подцепить здесь Драгонайт, но Драгонайт успевает скастовать Блинк и уйти, подходит Фейда, дает Рубтуру, которая тоже особо ничего полезного здесь не сделала. Размен 3 в 2, по золоту больше получили панды, но у команды Ехоум переживает тимфайт Блотикер, переживает тимфайт Драгонайт, а у Дайер как раз вот их главный кэрри Хаус Найт Драгу не пережил, и поэтому немножечко он сейчас должен просесть по темпу, Блотикер вырвался вперед уже на 600 золота, Блинк Даггер появляется и у Кентавра, который очень сейчас хочется реализовать, но для начала его нужно Курьером притащить. Небольшое затишье, Брайл ждет Крипвейв для того, чтобы немножечко пофармить, видит Ауи здесь, Ауи отстанивается птицами и отступает. А, у Пятерки Визажа пока дела идут не очень хорошо, то есть он вроде как может подфармливать и за счет птиц какие-то дополнительные денежки собирать, но пока у Ауи всего лишь 2000 золота, и ничего кроме голого тапка по сути нет. В топе хотят наказать Кентавра, Кентавра использует Блинк, уходит, телепортируется на Шрайн, Блоттигер приходит. Вот тоже хочется здесь наказать фармящих персонажей, но удалось найти только Визажа, который делает телепорт. Очень круто, кстати, простанивает ЦМ, которая не смогла в итоге скастовать Фростбайт. Хотят забрать здесь птичек, там, приморозили, плюс 100 золота, а у Ауи, видимо, их уже перевызывал, он не может их заново вызвать, чтобы не видеть. Но в конце концов он отдал только одну птичку, поэтому не страшно. Так, Абрайл в топе все ищет цель, которую можно было бы Иульчиком подбить. БКБ будет делать следующим предметом, естественно, Шедуфинд, хотя, естественно, в этом не то чтобы прям супер много, потому что обычно с покупкой Иуллов стараются еще какой-нибудь блинк приобрести, чтобы блинкаться, Иулли цель и убивать при помощи Раскаста. Вот, но здесь за счет Травалов и так большая скорость передвижения у Шедуфинда он еще. Талант может на 15 уровне вкачать соответствующий при желании дофармливать своего БКБ в лесах. Цемка берет талант на дополнительное здоровье в этой игре. Очень часто берется талант на Кастренш, просто чтобы с большого радиуса, как-то с большой дальности можно было откидываться новый, но не в этой игре. А с двумя брейсерами у Цемки полторы тысячи хитпоинтов. Показатель, откровенно говоря, солидный для саппорта пятой позиции. ЦК рашит БКБ. После армлета не Тараску привычную нам, не какую-нибудь Элебарду, или Санчиндьяш, а БКБ. Травла появляется у Шейкера. Хорош тоже предмет. Чтобы успевать везде. Попадают на Кендаля. Кендаля достаточно крепкая цель. Его тяжеловато убить. Что там по Стампиду Кентавра? Кентавр телепортируется, Стампид дает. Шейкер пытается ворваться в Шэдоу Финда, убивает его, но рискует умереть при этом сам, правда. Еще должны будут Шэдоу Демона здесь забрать. Очень четко все сделали и Хоумы, и кажется, никого здесь не потеряют, а быть может даже еще и поубивают, потому что подходит. Фейдет, кастуется Блодрайт, ауи отсюда уже 100% не уходит. Фессура, тотем от Шейкера, и да, и минус Висач пятерка. Ох, Висач пятерка! Висач пятерка пока каких-то сакральных значений не демонстрирует нам, да? То есть вроде бы как вот Висач пятерка, то есть, ну, он должен быть каким-то особенным саппортом, он должен делать то, что не умеют другие герои, но вот пока на первый взгляд, в первом приближении, скажем так, не особо понятно, чем он таким интересным занят. Хорошая фессура в итоге от Фейдет Вьяна. Так, ультимейт от Креста Мейдер, плюс это Слэм, очень неприятно, станов больше нет. Мумидер пытается пробить, пытается пробить СМ-ку, но напрасно, при этом он может еще и погибнуть здесь. Родо Фаттос, Фессура, да, Блэдж украл Рубик, и, ну, Мумидер, откровенно говоря, зря это попытался сделать. Конечно же, ему не хватит урона руками пробить Кристал Мейден, потому что под закастованным Фризинг Филдом там очень много брони. И при этом он очень сильно рисковал. Как видим, риск не оправдался, он погиб в итоге. БКБшка. Там появилась УДК. 15-й левел, талант на урон. И на 10-м уровне, кстати, талант на Брэсфайр Дэмэдж Редакшн. Вот что любопытно. Обычно качается именно Ман Реген, но с ЦМ-кой в команде, наверное, Ман Реген не нужен вообще. Ну, вот этот вот талант я имею в виду. И так Мана хорошо восстанавливается. Хотят забежать на вражеский треугольник Ехоума, ставят ЦМ-ку, Прыгает ДК прямо на Шадоу Финда. Если Фиссура продолжить, Фиссура есть. И еще и Родо Фатос. Прекрасно все сделали. Ехоума, убили очень важного корп-персонажа. Дабл дэмэдж активирует Дрэгон Найт. Подходит потихонечку в центр. Неужели будут пытаться Т3 даже бить? Посмотрим. Вообще, кстати, побить можно. Поковырять. Пока дабл дэмэдж работает. Шадоу Финда нет 28 секунд, и Реквием будет доступен мощно, потому что он половину душ растерял, когда умер. Подрубается Фортификейшн. Пока работает дабл дэмэдж, можно еще поковырять вышку. На самом деле, можно даже забрать ее, как мне кажется. Пока не старается сюда телепортироваться. И Суши начинают бараки понемножечку ковырять, но все-таки поняли, что дабл дэмэдж скоро заканчивается, Шадоу Финд спавнится. И хоть у него и нет большого запаса душ, но он еще может там как-то рейзами урон нанести. Пытаются подцепить здесь Кентавра. Кентавр с Пайпом убрать его будет тяжеловато, но если долго ковырять, то даже такого стойкого персонажа, как героя Мунминдера можно собрать без проблем. Я еще раз виседж у нас попался. Станды К плюс Фризинг Филд комбинация, которая очень хорошо работает. Ну вот, если пока Драгон Найт он, мне кажется, большого урона не наносил по вражеским героям, да, он вышки ловко ломает, да, он фармит неплохо, как показывает практика, но с иллюзиями Хаус Найта ему немножко трудно разбираться, там, остальных героев, вот именно хороший дэмэдж вливать ему тоже непросто. Вот поэтому если он купит молнии в ближайшее время, то он и фармит еще быстрее станет и большую угрозу будет для Хаус Найта представлять. И дэмэджа по другим героям наносить, конечно же, тоже будет намного больше. Владмирс появляется у Висседжа, предмет просто потрясающий, но как бы не было поздно, 8000 преимущества уже у Ехоум и у цикатов на самом-то деле игра не самая простая против большого количества заклинаний, которые по области применяются. Подцепили в рода фотос птичку, птичка садится и сюда потихонечку заходят игроки команды Пан. В наш ранний будет драка. Здесь БКБ подрубает на сцену для того, чтобы не получить рандомный сайланс. Пошел Фантазм, Фантазм не самый хороший. Фейдвен врывается, дает прекрасное хазлое, минус кентавр, тут же минус иллюзии ЦК. Сюда подходит Брайл, Брайл с БКБшки и Улит здесь Бладсикера пытается его взорвать, но урона недостаточно. Немного кривой первый рейс пошел, третий, если я не ошибаюсь, тоже не попал, но с Бладсикером все-таки удалось покончить. ЦК продолжает сражаться, Шаду Демон выкупается, по-прежнему летят Соула Самшины от Виседжа. ДК живой и у него полный запас здоровья, он тут вообще никого не боится, выкупается Шаду Демон в итоге, судя по всему, зря, потому что он сюда даже не успел. ИГГ пишет, панды не собираются, видимо, доигрывать это. Странно. Ну, на предыдущей карте у них ситуация явно была хуже на такой минуте. Ну, что ж, ладно. Захотели сдаться все-таки панды. Итак, победителями в этом противостоянии у нас выходит команда Ехоум, которая должна будет сражаться с командой ТНС. А ТНС, я так понимаю, уже доиграли, да, потому что, ну, я не вижу параллельных встреч никаких. Параллельно там у нас идут матчи Вичи Гейминг против Спирит и Альянс против Фнатик, друзья, если хотите, можете попрыгать там по каналам Рухаба или в Дота ТВ найти игру и посмотреть. Что, собственно, еще добавить. Да, если ТНС доиграли, то в ближайшее время нас ждет матч Ехоум против ТНС. На следующую карту ко мне присоединится Лекс, будет немножечко повеселее, пободрее, потому что я тут один такой с 5 утра немного сонный, что-то говорю такое не связанное, ну, а с Лексом мы там что-нибудь пообсуждаем, всякое-то будет веселее и интереснее. Вот поэтому далеко не уходите, друзья, скоро мы вернемся с новой игрой. Продолжение следует... Продолжение следует...